Прежде чем выпустить лекарственные препараты в оборот, их необходимо протестировать. В научно-исследовательском институте медицинской приматологии испытания проводятся на обезьянах, ведь их внутренние органы и микроорганизмы имеют поразительное сходство с человеческими. За ходом исследований тщательно следят специалисты. Профосмотр приматов проводится несколько раз в неделю. Собранный материал обследуют в лаборатории от трех до пяти суток, чтобы составить полную картину о состоянии здоровья каждой особи. Это классика жанра, это культура здоровая, в принципе, внешне-визуально. Но для того, чтобы определить, что на самом деле это есть кишечная палочка, существует такой короткий ряд биохимической идентификации. На данный момент практически все обезьяны, их сейчас в питомнике около пяти тысяч, вполне здоровы. Бывают лишь незначительные кишечные расстройства. В основном на приматах тестируют лекарства от онкологии. В институте уже есть успешные результаты исследований препаратов, разработанных российскими фармакомпаниями. Но некоторые испытания не обходятся без летальных случаев. Компания Биокат, она один препарат уже выпустила в серию, и он широко используется в онкологической практике. Сейчас у них на подходе уже, по-моему, четыре препарата. И впереди еще несколько препаратов мы будем тестировать. Мы иногда вводим такие огромные дозы препарата, что обезьяна, ну, бывает, гибнет. Это специально делается, чтобы потом оценить побочные эффекты этих препаратов, и чтобы, не дай бог, этого не случилось во время лечения человека. Мы, конечно, стремимся к тому, чтобы обезьян погибало как можно меньше, как можно меньше. Но без этого, к сожалению, не обойдется. Ну, две-три иногда даже и больше обезьян погибает во время экспериментов. Для того, чтобы противоопухолевые препараты, средства для лечения суставов и вакцины были доступны для людей и дешевле иностранных, было принято решение об увеличении количества испытаний. Уже в следующем году начнут работу дополнительные вольеры, в которых разместят еще две с половиной тысячи обезьян. Также появится еще одна лаборатория и зал для хирургических операций. И это еще не все виды исследований. Этот мемориальный комплекс на территории Адлерского питомника установлен во знаменование большого вклада ученых и работников. Вырастивших и подготовивших обезьян к полету в космос. В таком вот капсульном аппарате в период с 1983 по 1997 годы в просторах Вселенной побывали 12 обезьян. И работа по такому проекту продолжается. Приматов учат выработки условных рефлексов, благодаря которым они смогут сами обеспечивать себя пищей и ориентироваться в пространстве в условиях невесомости. Предусмотрен полет на красную планету Марс. Когда он будет осуществлен, пока неизвестно, но идут наземные исследования по подготовке к полету на красную планету Марс. Программа называется Марсиана-520. Это большие дозы ионизирующей радиации. Пока надо все проверить, как обезьяны себя будут чувствовать. Там и кровотворные изменения, костные изменения. В общем, для того, чтобы отправить очередную партию приматов-космонавтов, нужно провести еще целый комплекс испытаний, по результатам которых для полета будут отобраны сильнейшие особи. Кому из этих обезьян выпадет возможность увидеть Землю свысока, пока неизвестно.